Добрый вечер. В Государственной думе на рассмотрении уже во втором чтении находится закон, который определит, что все мы, собственники квартир, будем сами полностью оплачивать капитальный ремонт своих домов. То есть эта плата будет ежемесячно включаться в те деньги, которые мы за жилье отдаем. Как раз об этом сегодня поговорим с председателем общественной организации «Союз старших домов» Ириной Сиваковой. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Вот что это за закон, вот в таком виде, в котором он принят в первом чтении, для меня, например, понятно, потому что, например, даже председатель профильного комитета Госдумы Галина Хованская отказалась его подписывать, говоря о том, что этот закон грабительский и содержит такие приличные основания для коррупции. Как вы думаете, что это за закон такой? Ну, здесь говорить однозначно, что закон плохой нельзя. То есть здесь есть и плюсы, есть и минусы. Плюс, самое основное, я считаю, в том, что графа должна быть на капитальный ремонт. У нас сейчас собственники в добровольном порядке тарифовышать не хотят, при этом требуют полный объем работ, в том числе по проведению капитального ремонта. То есть за капитальный ремонт, в принципе, кто-то должен платить, да, в итоге? Обязательно, обязательно, да. Раз это не делает государство, должен делать кто-то вместе. У нас порядка 70% домов нуждаются в полном или выборочном капитальном ремонте. То есть это обязательно нужно. Вопрос в другом, что таким образом государство, и я твердо уверена в этом, свою ответственность полностью перекладывает на плечи собственников. Понятно. То есть закон, в принципе, какой-нибудь о капитальном ремонте нужен? Нужен, нужен. Ну вот, а в таком виде, как он принят, он вам нравится? Нет, однозначно нет. И у нас очень много и замечаний, и претензий к этому, именно законопроекту. Тут еще законопроект пока. Ну да, ну да. Сейчас к сути, значит, предлагается ввести его с 2013 года, да, если все это пройдет, и второе чтение, и третье, и подпишет его президент, он, значит, вступит в силу с 2013 года. Что предполагается? То есть мы все будем ежемесячно, да, отчислять сверху еще какие-то суммы на капитальный ремонт. Да, на капитальный ремонт. Куда это все будет? Здесь вообще как получается? Значит, у нас трехуровневый, скажем так, это вот идет по законопроекту. Значит, на федеральном уровне это устанавливается порядок размера платы за капитальный ремонт, и устанавливается порядок определения минимального и максимальных размера платы за капитальный ремонт. На региональном уровне здесь у нас идет определение именно минимального и максимального размера платы за капитальный ремонт, а уже органы местного самоправления устанавливают конкретную сумму, которую будет платить. То есть, короче, Федерация устанавливает вилку от скольки до скольки, а уже местные органы власти определяют конкретную сумму по каждому дому. Здесь опять же получается, да, по каждому дому, правильно заметили, потому что в настоящий момент у нас процентов 20 всего лишь дома, которые имеют техпаспорта. То есть, для начала, в этом же законопроекте прописано, что должно сначала пройти техническое освидетельствование состояния домов. Это должно проводиться раз в 5 лет. Но кто будет проводить? Погодите, я что-то не поняла. А у нас почему нет технических паспортов? Если у нас есть дома, у нас есть мэрия, у нас есть государство, которое 100 лет им управляло вот этим жилищным фондом, тем домам, которым сейчас 50, 60, 40, 30 лет. И у нас нет техпаспортов? Ну, это вопрос опять же к нашим органам местного самоправления. Это правда, их нет техпаспортов. А тогда почему мы принимаем такой закон? Разве мы можем, государство, иметь право принимать такой законопроект, такой закон, если у нас нет, для него ничего не готово? Здесь даже в другом еще, мало того, что не готово, но вот эти все работы по проведению технического освидетельствования дома, это должны проводить собственники. Они должны выбирать организацию, которая будет проводить. И они же должны включать... Дополнительно. Понятно. Красота. Ну, давайте теперь к тарифу. Какой предлагается? От скольки до скольки? Вот, то есть, это вилка, которую Федерация устанавливает. Какова? По законопроекту у нас освобождены, скажем так, нулевой размер ставки. Это дома, которые моложе 5 лет, и дома, которые относятся к аварийному или ветхому. Ну, то есть, совсем плохие и совсем хорошие. Да, но здесь, опять же, идет такой нюанс. Значит, что хочет государство сейчас сделать? Опять же, на мой взгляд, очень много у нас сейчас людей пошли в суды, потому что статья 16 закона о приватизации, что если на момент приватизации капитальный ремонт дома не проводился, то это обязанность государства, то есть органов местного самоуправления провести капитальный ремонт. Суды люди выигрывают. Поэтому таким образом, и в законопроекте это прописано, что первоочередную задачу для органов местного самоуправления проводить капитальные ремонты в этих домах, то есть по решению судов. Ясно, то есть когда дойдет до вашего дома, вообще еще неизвестно. Но при этом же суммы, например, я со своего дома собираю, вы собираете, наши деньги могут взять и дать на капитальный ремонт другого дома. Давайте, значит, по методике теперь. Итак, вилка предлагается от 3, по-моему, рублей до 10 за квадратный метр ежемесячно. Например, если квартира 50 квадратов и тариф, ну так скажем, давайте средний возьмем, там 7, то 35 рублей, ну 10, 50 рублей ежемесячно человек будет платить за то, чтобы когда-то в его доме производят капитальный ремонт, правильно? Когда-то вопрос. Куда эти деньги поступят? Вот, значит, здесь опять же по законопроекту. Фонд моего дома. По законопроекту может быть централизовано, то есть, значит, субъект определяет какую-то организацию, которая будет собирать и контролировать, распоряжаться этими деньгами. То есть, это такая общая касса, да, такая, общак такой, да? Общак, так. Да, да, да. Вот при этом, опять же, очень интересно, в законопроекте прописано, что эта организация не имеет права работать без вознаграждения за свою работу. Понятно, то есть определяется новая структура, которая будет работать с прибылью, понятно, для самой себя, да? И эта структура будет аккумулировать все деньги, ну, скажем, все деньги Благовещенска, да? И потом она же будет распределять. Она же будет распределять. Какому дому сколько дать? Да. То есть, уплачивая эти суммы, я не знаю, когда будет, точно так же, да? Может быть и никогда. Очередь не дойдет. Жить эту пору прекрасно, а уж не придется. Здесь есть возможность проведения второй, то есть, децентрализованной, то есть, когда можно будет это на счета, специально открытые счета от управляющих компаний. Вот. Но я так предполагаю, что, скорее всего, конечно, у нас будут все деньги переводиться на один этот общак. Понятно. Такое подозрение есть. Вот скажите, пожалуйста, вы разговаривали уже об этом с депутатами городской думы, с депутатами, быть может, нашими, государственной думы, которые принимали и голосовали, ну, по крайней мере, должны были быть в курсе этого законопроекта, да? Обсуждение с нашей мэрией, с чиновниками, которые руководят ЖКХ. Что они думают? Во-первых, от пятого часа сейчас, в отличие у Москвы, как раз по этим вопросам. То есть, мы будем обсуждать общественную палату Российской Федерации с приглашением депутатов Госдумы и Совета Федерации, потому что социальное напряжение растет, и я более чем уверена, что это не пройдет безболезненно для всех нас. Вот. И вот это, скажем так, подарок от государства у нас люди уже просто не проглотят просто так. А скажите, пожалуйста. Вопрос администрации, у меня вопросов к администрации к нашей уже нет давно, потому что они просто уже самоустранились от всех решений практически, которые в городе существуют в сфере ЖКХ. Вот к депутатам в нашей городской думе действительно у меня много вопросов, что это их избиратели, они им доверили представлять их интересы. Почему они молчат? И вопрос у меня, конечно, коллега Николаевича Кожемяка, почему у нас губернатор нашей области, очень умный и практичный человек, не видит, что происходит в городе. У нас в сфере ЖКХ это практически коллапс. Ну, смотрите, а ладно, Благовещенск, еще там худо-бедно какие-то новостройки есть и так далее. А что в деревне происходит? А что в райцентрах происходит? В каком состоянии там жилищный фонд и каковы долги? Если сейчас уже многие накопили астрономический долг по квартплате и по коммунальным услугам, что будет дальше? Как думаете? В области вообще там страшная ситуация, мы часто ездим. Но самое главное, опять же, по законопроекту, например, если вы собственник квартиры, да, вы не платили по вот этим, скажем, по капитальному ремонту, по этой графе, и вы продали квартиру и уехали. Я заезжаю в вашу квартиру, я обязана буду заплатить за вас. Даже вот так идет. Поэтому, я говорю, в действительности, закон, то, что он нужен, это без разговора, но то, что в таком варианте, это просто будет... Понятно. У нас есть вопрос от наших зрителей. Каким образом будут в денежном выражении оплачивать пенсионеры? Ведь у нас же маленькая пенсия. То есть вопрос, видимо, в том, что будут ли какие-то субсидии для пенсионеров. По данному законопроекту никаких субсидий по данному виду платежа не предусмотрено. Понятно. То есть, ну, смотрите, в старом жилье в основном и живут же старые люди, да, в основном. То есть на них ляжет стопроцентно эта нагрузка. Понятно. Здорово, отлично. Скажите, пожалуйста, а можно ли, допускает ли этот закон деприватизацию? Ну, например, не в состоянии человек платить. Говорит, все, государство, забирай свою квартиру, влади, я не хочу. По закону, да, это не запрещено, то есть они могут. Но, опять же, я все время говорю, ребята, приведите мне хоть один пример. Когда, скажем так, в игре или в борьбе с государством выиграли. То есть государство, скорее всего, если, значит, квартиры деприватизировать, то есть собственник является муниципалитет. Сейчас по закону, да, каждый собственник обязан будет платить. Точно так же обязан платить администрацию города Благовещенска. Но даю гарантию, как только эти вопросы встанут, будет внесено какое-то очередное изменение в законопроект, где обязан платить тех, кто будет снимать это жилье. Понятно. Возьмутся всех? Абсолютно верно. Понятно. Еще один звонок. Кому будет производиться оплата на капитальный ремонт при непосредственной форме управления домом? Неужели обслуживающие компании, которые не обязаны отчитываться о поступивших и потраченных денежных средствах, и не отчитываются? Да. То есть разные формы сейчас, да, существуют управления домом своим? Да, то есть это идет непосредственно форма управления, управление управляющей компанией и ТСЖ. Так вот этот законопроект, он распространяется на все формы управления домом. Понятно. Ясно. Смотрите, ну что теперь? Сейчас закон должен пройти второе чтение, да, и так далее. Неужели нет шанса отмотать назад и еще раз его обсудить? Какая-то общественная экспертиза, чтобы была? Я не знаю, ну что-то, чтобы изменилось, потому что, ну, кошмар просто. Знаю, вот сейчас как раз и получается так, что вот наша общественная организация, общественная палата, то есть поднимают эти вопросы. Вот, но опять же должны подключаться, если только мы все будем единым, скажем так, фронтом идти, не народным, а или может как раз наоборот народным, но только истинно народным, то возможно, что можно что-то сделать. Но здесь должны подключаться и депутаты, и органы местного особого управления, и субъект, и общественники, все. Если это будет частично, как-то идет вот так, мы проглотим очередную пилюлю от государства. Спасибо большое. Напомню только, что второе чтение этого законопроекта состоится, рассмотрение его во втором чтении в Госдуме состоится уже 8 июля. Так что, если вам интересно, следите за этой темой, ну и как-то реагируйте. Это были простые вопросы, и сегодня мы говорили о новом законе, который вот рассматривается в Государственной Думе, о том, что капитальный ремонт наших домов мы будем оплачивать, скорее всего, сами. И мой гость сегодня, председатель общественной организации Союза старших домов Ирина Сивакова. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!